сегодня готовим вместе щучью икру это очень полезная еда домашнего приготовления на вашем столе итак начнем а икру посолим прямо сейчас свеженькую посолим вот такая отличная щучья икра у нас есть и сейчас мы ее посолим начнем очищать икру от ястыка делать это будем венчиком небольшое количество икры венчиком делать очень даже хорошо не впадайте в панику сначала будет немножко тяжело потом пойдет все как по маслу мы слегка взбодрили нашу икру и теперь мы ее вот так руками немножечко истык просто поразрываем аккуратненько чтобы не повредить икру и продолжаем взбивать нашу икру теперь добавляем чуть больше пол стакана воды и начинаем вот так усиленно взбивать теперь поднимаем венчик и вот весь ястык у нас на венчике за исключением мелких кусочков но их мы тоже сейчас достанем вот так накручиваем накручиваем чтобы все пленочки от ястыка у нас собирались на наш венчик вот видите уже мало проверим еще абсолютно чистый у нас теперь мы будем ее промывать добавляем воды сильно вспениваем и эту пену потом сливаем дадим сначала осесть икре и потом сольем эту пену в раковину таким образом мы можем промыть один-два раза нашу икру и сливаем это все сверху пену вот видите вот появилась икра сейчас еще наливаем воды и промоем еще раз вот пена уже у нас меньше но хочу предупредить что если у вас большое количество икры то тогда конечно лучше это делать на терке сливаем воду второй раз аккуратно не взбалтывать чтобы сошла вся пенка теперь добавляем еще воды и выливаем воду оставляя икру до шлаки и даем стечь икру мы подготовили вычистили от ястыка три раза промыли и теперь будем готовить рассол и солить нашу икру готовлю рассол наливаю воду 70 градусов здесь литр воды кладем две ложки соли и размешиваем до растворения соли и теперь мы закладываем икру прямо в этот рассол на пять минут не больше иначе может быть очень соленая все ждем пять минут пять минут прошло сливаем воду вернее рассол несколько минут измена литр воды и оставляем стекать я прикрою икру сверху марлечкой чтобы она не обветривалась и поставлю в холодильник на сутки чтобы она стекла как следует и не было кашей и только после этого будем думать по поводу масла надо нам это или нет скорее всего масло я добавлять не буду и так до завтра друзья сейчас она остынет и вот так прямо с этой мисочкой я убираю в холодильник сутки прошли икра просолилась сейчас мы ее будем пробовать и раскладывать в баночке вот какая у нас получилась красавица икра пробуем очень вкусно соли как раз она получилась такая не сильно соленая я бы даже сказала малосольная сейчас мы ее разложим в баночку масло я добавлять не и не буду икру я на хранение не ставлю будем ее употреблять поэтому считаю что масло здесь совершенно ни к чему икра очень получилось хорошая и крепкие абсолютно отдельно солите икру сами свежая икра будет на вашем столе без всяких добавок самая натуральная хорошая полезная свежая икра и кушайте на здоровье икра очень полезная и вкусное блюдо особенно если она без всяких вредных добавок икру икру икру